девочки всем привет мои дорогие мои дорогие дорогие мои девчонки и мальчишки а также их родители веселые истории услышать не хотите ли так укропчик накрытый все поразребала так девочки недавно только и приехали сашиком никуда так в основном не ездили честное слово сашу ничко первых поздно приехал если пораньше может приехал в нерде трогаю когда когда может тогда и приезжает так вот прогулялись вот и б да и все это в мясной заехали все капустынку вот и бы взяла мясной девочки заехали взяла на витрине они слаживают красиво вы поняли мясо а уже чтоб когда я уже стояла возле кассы на весах я туда не пойду к нашу людей стена стоит показать какой мне надо ребрышка было я и сказала первое то что одно лежит она дала она семьсот двадцать в общем семьсот пять семьсот грамм а я думала мужа ну хоть килограмм я верну может там до килограмма там что-то она так по все они одинаково давайте еще одну ну что то ребрышка 700 грамм да хотя бы взять так на два раза правильно но только девочки говяжья цена 135 гривен чё было нельзя я сыта сашек привез он заходит сегодня я вижу вчера покупала в т.б. колбаска до пюрешки помните я всегда говорю она 102 гривны каждый раз а когда акция они делают ее 60 гривен я вам говорила она очень вкусно писала как молочная вот раньше колбаска было тогда мне нравится вот я вот утром встала кофе попила и сижу так в окно смотрю как всегда все а потом уже прошло где-то было а постера поставила стирку сашу нички по шорты и футболочку больше нет ничего было простернуть и только две вещички вот и это вот уж сижу машинку кинула и сижу в окно так смотрю и это потом думаешь у колбаски миша не захотел выложим взяла о том хлеба кусочки отрезала два колечка колбаски эту хлеб на пополам батон один положил потом сюда вторую я не люблю то знаете как в фильме девчата когда она вот этот батон такой я люблю то знаете вообще кусочки сразу его уложить вот и вот кусать очень редко так люблю только отламывать ладно это мои манцы а вот когда сашу не и тоже я не мая не мая не мая не мая уже оделась я пошла уже в спальню скрутилась а то ноги на полу а сама же то телефоне когда звонит открывай медведь пришел и открыла тогда заносит кофе вот заказывал в капсулках у то что мы дома пьем вот и все и ты голодная а видит колбаса лежит и хлеб я говорю колбасу и хлеб ела так ты голодная это так сейчас пообедаем я говорю что ты уже купил найти хоть бы предупреждал я тогда колбасу не ела заносит две коробочки он они в холодильнике готовая еда там хумус синенькие кубиками как-то порезаны и вот мы еще кушаем с ним он говорит это забыла как это блюдо называется интересно как они их пожарили как кляре девочки я думала это сухарики а то синенькие так пожарены а вот и это целенькая маленькая картошечка не целенькая на половинку такая прям как черри помидорчики и я так и не поняла по моему она запеченная в духовке ночи и две полосочки половинка но на пополам огурчика длинники такие сбоку внизу хумус там чем-то я не помню чем он сказал девочки ну очень в а еще и кинзой сверху засыпано очень вкусная и забыла как он сказал как она называется ну девочки но я даже половина не а еще яйцо было одно на две половинки разрезано и не вкрутую и не всмятку а вот что то вот так вот поняли желток прихватился но не стал дубовый как мы на оливье варим а он просто прихватился но не тек и она яйцо само коричневого цвета что же он сказал она чимаринованное яйцо обыкновенная куриная перепелиные вообще я не могу перебелиное проглотить не это не для меня не не мясо перепелки не яйцо перепелки не в общем я одну половинку яйца съела и зачерпнула этого вторую половинку все я уже яйцо вареное съела я уже наелась девочки я вот так вот саша говорит ману посчитай вообще сколько ты в день съедаю всего я рис и на прикинь я поправилась за вот эти вот какие-то несчастные два года наверное это все мне кажется на нервной почве вот это что произошло потому что я при коронавирусе очень было похудела потом я была опять что-то сбросила на килограмм пять бы по мне это сразу было заметно на нервной почве а потом я начала поправляться что я начала заедать вот этот страх именно заедала колбаса и хлеб я же не пирожные ела и конфеты вот это с ним ехали сейчас я говорю это и сейчас я в комнате секунду легла под вентилятор девочки жара пекла ну как это ехать октябрь месяц сегодня 5 октября да уже 5 5 5 же ну не знаю 5 или 4 не помню я уже сбилась но как это так чтобы на всю катушку влуплять кондиционер на холод я сейчас мы приехали я ляжу хоть пять минут полежу под вентилятором остыну это все не естественно то ужас один ну и все иону то это самую эту еду себе коробочку и он не доел тоже вон я в холодильник поставила мы с ним поровну съели по пол коробочки оно все сытное там мясо и грамма нету он говорит а я говорю но и конечно сильно она постная вот он говорит есть из курицы из говядины сверху тоже посыпают мясом я верну за говядинка можно и брать потому что сильно ну ничего там нету такого вот ну и все и девочки если бы я была обжора мучно ешка какую он горячую халу при не привез горячий девочки сейчас я вам покажу я вот мамка это хоть брал надо надо хоть почитать где он брал девочки конечно вкуснятина это я говорю ты хоть забери эту халу с собой а не надо мне сейчас а девочки за за рецептом израильской бабуси нарежь скибочки скибочками это педигрей на сковородце да румяные скоринки маше каже что так смачнейше а не надо мне рехала не режется она только ломается девочки знаете какая красота он принес она горячая была вот я тут вообще чуть-чуть отщипнула и сашек ну тут одну одну даже ну наверное одну дольку да я даже не знаю как оно тут было я чуть-чуть но она была горячая такая оздобок такая вкусная паска паска ну халу никто опирх не лом не режет никакой дурак а вот она только ломается я говорю забери с собой не солей поедите я сейчас я особенно ореха и если она любит мучную протекла едал то хумус протек немножко все стояло все крышками накрыто там подливка макулька сейчас сделаю кулек девочки хала вкуснятина горячая уже остыла он принес мне дают говорит мамка на я решу я думала какой-то хлеб или батон раскрыла с праздником тебя спасибо сынок все хала на месте значит порядок доме так девочки взяла что это взяла сказала килограмм она набрала и отбрасывать несет я не надо отбрасывать хай остается но осталось девочки это я взяла знаете шок написано свиная поджарка вот такие все кусочки разные это же мы там были где оля живет смотрите свиная поджарка 130 гривен килограмм чего не взять взяла я сегодня готовить не буду я просто взяла чтобы уже было на несколько дней чтобы что-то было мясное так насчет говяжья на девочки я их не видела на витрине красиво не знаете как могут положить с той стороной что надо а домой принесешь сразу глаза в кучу девочки мне эти ребрушки понравились говяжья смотрите класс правда нэти то что надо я сама больше ребра люблю да это вот это первое что она мне положила это она что я его сразу увидела гляньте да шикарная говядинка девочки я думаю вы кто мясе разбирается да вы видите что какая классная говядинка гляньте на ребрышки какие вы видите этот жарок сейчас с этого кусочка поставлю хай варится свою борщ я уже с говядиной вы же видите какое мясо когда покупаю золотое ребро по 140 гривен килограмм чего не брать и гудина была также сама не что-то грудина знаете и такая тоже была одна ж корова что это бык корова те кто там в груди не шоу ну ты такой да сильно большая и там вот это мясо а тут она все-таки на ребре мясо вкуснее чем даже на грудинке но мы все разные но мне больше нравится говядина ребро уже сирена как уже девочки даже не верится что это такое вот это девочки на тебя на это ребрышко вы видите а первый кусочек так вообще да класс капустынку взяла помидоры есть такой знаете борщ буряки есть морковка сегодня даже не заправки нету придется все делать и буряки морковку и все слышите ой сколько же можно муж с воде гляньте какое да ребрышко ой бляха муха гляньте да класс а на грудинке вот у мяса вот это вот это вот такой шибу я всегда девочки вот эти грудинку покупаю вот это мясо которое на грудинке вот так на все его всегда обрезаю перекручиваю добавляю ли в котлеты или куда-нибудь я его не варю а если сварить то на блинчики а так жевать его что охота жевать эту кусок мяса нет мне надо мне нашу косточку обрезать такая говядинка и тут можно обрезать косточку обрызть вот целый кусок мяса вот надо его на меньше порезать вот прямо мякоти кусок смотрите я вот так его порежу и вот это какая красивая говядина посадите на эту говядину да я думаю вы все сейчас это все увидели и оценили это целенькая сварю что девочки на борщ то что надо правда вот это сейчас будет на больше это холодильник все это мне все такие покупки никуда я же никуда не поехали а куда ехать девочки кому она шо надо вот это шо купила то и тут приготовила по близости растирать бензин как все дорого по куда поедешь только больше потеряешь вот и все сейчас я помою и будет и поставлю порщик варить девочки знаете шо поставила поставила мяско чтоб немножко воды налила чтоб она просто закипела вы поняли солью девочки знаете что я сейчас сделаю сейчас другой нос возьму девочки девочки по вашим советам компотик сварю с винограда и одно яблочко сюда сашу не принес на килограмма два это голден такие хорошие и одно яблочко покрышу а то винограда вон на стуку чтобы миску освободить вот тот что я тогда на вареники помните рвала девочки я крышу всю с хвостик чей-то с косточками девочки виноград муж его с ветками прямо а потом ветки вытащите как вы считаете че не надо не надо да я думаю не надо в ветках можешь что-то там есть какие-нибудь бабайки девочки я в хорошем настроении у меня настроение только плохо из-за миши ничего в этой жизни уже не изменю ничего не изменю девчата он живет очень хороших условиях никаких скандалов в доме нет никто не ругается нигде никто нигде ничего все для него ничего мне что попросит все для него есть ничего такого и не просит вообще дети не наглые не ко мне никогда не были наглые не к чужим наоборот сюда помогали чем могли даже я могла не знать но чем помогали в основном едой кто где голодный они на первом месте в этом раньше с дому могли пока меня нету я же рассказывала выносить раздавать еду девочки правильно тут мягко востока я мягкий не хочу варить девочки запхала помидоры уже вот эти квашеные в холодильник ведро полоснула марлечку накрыла крышкой хватит тут тут им стоять на табуретке я думаю уже хватит уже они в тепле укисли теперь хайки снуд холоде сашу не у меня вообще никогда мимо не пройдет чтоб не помочь или купит еды по зайдет магазин или видит кому можно деньги дать даст деньги видит кому деньги давать нельзя зайдет что-то купит обязательно тут не надо они уже видели какая я всю жизнь девочки дети все видят шоу шоу в доме происходит особенно шо мама делает как мама поступает конечно не все я не говорю шо прям но в основном так закипели мои ребра сейчас я пойду сполосну их наберу воды и поставлю кай варится я вообще не голодная я на два дня наелась хотя даже не съела вот эту порцию этого хумуса девочки вон она закипела девочки сейчас я пойду помою хорошо и наберу воды девочки поставила борщик нас а такое хорошее выбрала хорошо а это сейчас будет вкуснятина вот стоит в холодильнике только место занимает девочки себе кинула все тут столько мягкого не гнилой он когда мягкий он кисловатый то что тверденький он сладкий я думаю вы все знаете так мои родные девочки спасибо вам за комментарии что пишите благодарю вас всех и девочки знаете я всегда сама больше наказываю людей знаете чем которые меня обижают я просто молчу я с ними не разговариваю мне тяжело проходить мимо правда я не всегда выдерживаю чтоб не поздороваться как я всегда говорю не надо со мной разговаривать не надо со мной общаться но когда мы проходим мимо друг друга здрасте надо говорить не обязательно останавливаться не обязательно спрашивать спрашивать как раньше могли остановиться поговорить о чем-то да по рассказать о себе о чем разговаривать когда останавливаемся вот этот мягкий видите слава богу я ветки не кинула а то хотела кинуть я просто могу не разговаривать это мне кажется когда не разговариваешь это самое большое наказание я очень даже всегда боюсь замолчать потому что это такую травму наносишь если это перед с родными замолчишь это очень большая травма я потом не выдерживая меня мучает это так я не ругаюсь не выясняю отношения не ору я просто молчу молчу в себя ухожу и думаю как так можно больше ничего компот сейчас будет девочки угольная смесь я сашу ничкой мало погуляли надо будет с ним хай жара спадет девочки так хочется поехать днепру посидеть если поля выходные какие-то были хотя бы в субботу топ сашу не нас катал оля где было не нового с василем когда у то этот был василий у нее с кубани у него запорожец был то они гасали на победу возил на квартиры на какие-то где она жила там на баллистической на амуре по-моему да на амуре я не тоже дурак мужик влюбился ты на волю да ну еще возраст этот был там по 40 чем-то лет было им дурак гуляйте но зачем жену было обижать уходить никто не собирался за тебя замуж выходить ты знал шоу воли двое хлопцев знал все ее проблемы но недолго больше десяти лет наверно шуры муры крутили потом назад жене ушел раз ушел к жене вот сколько-то лет прожили пробегали по квартирам вот потом я не помню сколько он с ней в мире был женой они там возле меня где наша школа не мучили 48 вот он там недалеко живет девоньки часа воды наберу мальчики буду через раз девочки через нас мальчики сейчас а для вас я никто как его и для меня девочки смотрю на компот и вдаль глянула на лавровый лист и про себя думаю надо наверно сейчас сразу кину лавровый листик представляете ну так это оля с васькой слышите я его не таки воля мы вдвоем обсуждали ему да и воля в него влюбилась ну как конечно влюбилась а как бы так себе а я вообще не понимаю как можно не влюбить не влюбиться и встречаться с человеком да я это не понимаю зачем зачем время тратить и вообще зачем и как можно а вот короче говоря ушел был я не помню сколько лет они уже прожили они жили он снимал квартиры самые дешевые а вот лишь бы соли быть уйти от жены ты с ней прожил девочки не помню сколько лет че 15 че 20 с женой детей у них не было уйти не развелся ничего ты сам в скубане да ты здесь у нее жил прописанную в ее доме там частный дом балки возле 48 школы а вот ну как какая разница дом дом же все-таки не вам жить где-то туалетный городской это потом пожил пожил соли это побегали побегали они по квартирам помирился с женой а девочки у меня тогда слышите тетя варя со мной баба варя торговала и у нее была дача в сурско-литовском у нас в селе а там дать дачи были кто знает кто может девочки саша купил какой-то воды сегодня говорит мамка на она полезная витамин ватер черно-смородина мьяка я вот была пила немножко он мне дает на это полезно пей я говорю что что ты мне уже он мне когда что-нибудь кидать а то смотрит на моё выражение лица я говорю одеколон какой-то или он не полезно и пей это полезная вода я только открыла как за моющим сладкая мятой пахнет и что еще тут я такой не люблю черно-смородина кружала ты лежала синтетика короче вы поняли мята синтетика какой-то там придумали и черная смородина вместе вот этот запах о как моюся для посуды когда на этих да короче говоря у меня дача там тетя варя сидела а и и ты вам рассказывала девочки уже было а и это самое она не могла ездить туда уже по старости ноги болели внучка на нее на на ее шее было она не могла ее с собой тягать они ездили иногда нас не идет а то ругается знаете как дитю 12 лет ей было она эта дача на 100 лет не надо там пешком далеко идти они пехом я не писал как они пешком мы хоть на маколином москвиче туда дыр 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 делали да я там садила девочки помню синюю картошку посадила огурцы и кабачки тетя варя сказала людо там у меня такая ведь я даже те не предлагала первых ругаются что заброшенное это же копирать и дачи вот эти знаете не кооперативные а ну там вот эти вот охрана вот это вот это вы поняли дачные вот эти поселок это и надо обязательно травы и чтоб там не было потому что уходит вот эти вот главные подачи и штрафы накладывают и все это с ней торговали она мне предложила говорит люда хочешь что такое говорит жалко говорит деревья у меня такие хорошие клубники много говорит можешь там ничего не садить все ваше лишь бы травы не было вот тут впереди над дорогой все рассказала как ехать туда все мы поехали по-моему даже первый раз с ней поехали она показала где домик девочки там был просто домик для лопат и от лоры сесть посидеть там даже кровати не было никакой какие-то столики стулья такое знаете она приезжала ну и надо там лежать она приезжала собрать какой-то урожай на там сто лет ничего не садила потому что как она посадит дочка в тюряге сидела внучка на ее шее ну такие судьбы девочки как у многих и то она мне говорит я так посидела подумала она люда там деревья шик мне ведь ничего не надо мне лишь вы не забрали эту дачу говорит нужна она мне будет в будущем не нужна жалко что могут отобрать ладно а вода я девочки не помню там было 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 девочки было там такие деревья валерий чкалов черешни девочки такая черешня и главное что обрывать я на деревья залазила сколько не мог залазить он же полный был сюда я тогда как обезьяна была еще и в кульку влюблена прикиньте какая я была и сашу ничка лазил по деревьям вместе со мной а вот абрикоса хорошая колировка была клубники много было ну и потом еще я взяла и начала и садить еще и огород мы там два лета садили этот огород картошку я садилась сидят по помню цыганка посадила хорошую девочку такую собрали я уже ее копала думать бросить не копать или нафиг она мне надо а потом то надо думаю меленькая тоже пригодится кабачки и огурцы мы что же не могли каждый день туда ездить до ездили там но два раза в неделю или я что работала не шторговать надо что мне это дача сидит а кулька я не знаю что он тогда делал а он тоже по моему это на парковке на эту стоял обдуривал людей а вот и все имеют у получалось и а сашу ничка в школу ходил тоже когда я поеду получалось а на выходные мы только могли то мы ехали туда и мяско брали покушать эти просто отдохнуть еще ездили там и чернокорка вишня вот так ряд стоял у нее и такие деревья все маленькие небольшие эти тополя а вот короче говоря ну я и девочки конечно же привозила и и вишни и клубнику и черешни я тетя варя аналюта не надо я рия вас умоляю не бейте мне по нервам по моим я и все давала и воля туда с васильевым приезжала на своем запорожце просто на природу вы поняли а куда нам же некуда было ходить ничего ни у кого не было не умыкал и так он это если вот как вот это появилось тогда уже конечно мне ничего не надо вот у меня есть я на земле вот это моя природа вот короче говоря огурцы приедем кабачки уезжаем там вот такие до воскресенье например вечером приезжаем следующую субботу уже у такое все и кабачки вот такие и огурцы у такие очень короче это чтоб это самое там жить надо аж уже раз в неделю ехать на выходные только за неделю но там так вымахивала все что собирали а зачем зачем уезжаем она все только за весь пошла приезжаем уже ведро не влезет консервации это я загляну мясо мне уже пелу собирать не надо короче говоря девочки вот так у меня была дачи ну слушайте с чего я начала это говорить начала за вас я не забыла вот только на них ездили на дачу приезжали к нам же все время на запорожце на этом тарахтели а мы на москвичи че не лучше я ничего не говорю за машины вот и это когда приезжаем как-то а мы не знали что они расстались оля с вас или сколько и мы не знали они же ко мне восемь домой приходили все время и покупаться потому что все у них какие-то хазы без без горячей воды у меня же колонка вот это позвонит оля литманом и тебя покупаться рюка и зачем назад конечно можно а вот это уж пока приедут я ванна за секунду до колонка я и больше то всегда мне кушать ешь я же еще и старалась но учат приедутся сядем пообедаем то что надо но с кем еще общаться когда как не со своими родными правда девочки еще и когда все хорошо у всех а вот короче говоря и приезжаем мы сколькой и с сашиком на дачу я сейчас вспоминаю приезжаем и пошли в домику туда к этому а там возле домика прямо возле двери что-то лежит куча какая-то и накрыта мы назад только сам усрался и саша мы все усрались от страха а ну какая-то куча еще и накрыта покрывалом девочки я говорю коля не трогай что делать а он давай палкой палкой открывал а я убежала мы сашиком раз там горка так при прыгарок у так вот туда сашиком стали стоим там я сашу не надо туда идти я боюсь а может там трупы какие-то уже кто-то положил нам по двери туда тогда зовет идите сюда я решу а там вот отойдите мы пришли девочки он уже открыл олины вещи шмоти и какие вещи иранник она девочки всю жизнью с такой голой сракой проходила не одеться не обуться то если я что-то перекину всю жизнь эту всю жизнь проработала девочки вот такая жизнь кроме меня и никто никогда не помог и сашек и василий этот скуплялся домой и что-то помогал ей покупал если она попросит там что-то не хватает у нее там на что-то он покупал а он работал на стройке каменщик короче говоря я вот так вот села над этими вещами девочки так плакала думаю эту нищету еще прийти мимо меня проехать я живу от него в 5 минут езды на его драндулете это выгнать аж куда в сурско литовской девочки это очень далеко целую уже узнал где эта дача он же ездил и вывалить туда эти вещи не думаю что может дождь пойдет вот эти ее шмотки девочки которые не надо было и забирать и она все забрала потому что другого ничего нет да приди ты мне отдай скажи мы все я ушел к жене более еще не знает она еще не знала и отдай мне вещи держать буду запи закрою тебя буду кричать нет ты отсюда никуда не выйдешь ты не хочешь ты это говорить приди мне подложить под дверь в квартиру позвони и удери это ж попереться только больной на голову душу нет вот такой сделать на землю отвезти так самое главное гнать туда по свой данду этот запорожец засратый я вот так усела как начал боже мой я чуть с ума не сошла и записка я я вернулся к жене сверху на этих шмотках палкой так вот накрыл каким-то покрывалом я вернулся к жене то ради бочу ты вообще от нее уходи мы только соли все время говорили ты же ушел сам она же не выгнала и оля тебя нет не захапала ну это же она жила себе как не жила она жила с на своей победе на этой вонючей эту как она жила приходила ночевала могла спать и под столом девочки по полированным столом до место и было под столом в спальне василь трехкомнатная квартира муж он там сделал со спальни бомжарник тягался девочки с мусорника в дешево найдет ну поняли салтом баклажки не выливал ну вы поняли туда зайти нельзя было и цель целыми днями же вонючий пьяный вот другой спальни свекруха закрыть закрывалась и питалась отдельно долей от хлопцев от детей а в зале хлопцы дима эндрей тот на том диване развали нам а тот на том диване развали нам она когда там оставалась нами когда-то как сказала ведь я спала под столом вот так вот под таким я ли чего ты под столом она это где мне спать хлопцы на диванах и 0 грипп на один диван а натальи бога не и так хорошо нормально верно мои дети не разрешили мне на положиться не на разами на поле это я постелилась и поцелу моего чё поцелу варь то где посреди комнаты все девочки сделала ну и все вы давайте шмотки грузить сколько я рыдаю оля еще не знает ничего прикиньте штука трус может такое сделать да значит не испугался от жены уйти до шмотки забирать свои и не испугался назад к ней возвращаться шо он там ей рассказал а вещи улины отдать и вот эти лансы провонены этими хатами всеми в 1 сырость кругом было всегда вона хорошая же не было денег снять и привести выкинуть еще и на землю положить накрыть тряпкой ну ладно проходит где-то год я его встречаю у себя возле а т.б. не по моей стороне где а т.б. через дорогу еще этого не было ты башу по моей стороне я по ступенькам подымаюсь и он а я спускаюсь а он подымается или год или два прошло девы по моему год я говорю ой вася привет а я его не видела все это время он привет я говорю шо как житуха молодая и у меня я шо буду с ним шо он мне сделал плохого да ничего это их не разбор что я буду чё я буду с ним выяснять отношения или шо то правильно он мне надо он смеется все же как всегда говорит нормально подождите я по моему торговала девочки не помню я знаю что я на ступеньках была я говорю как дела василек нормально я говорю сто лет не видела как ты там хоть живешь ничего хорошо только как же он мне сказал девочки сейчас как же мне сказал хорошо опять с твоей улей я говорю шо вот так вот он говорит мы помирились когда она в запорожце сидит он машину остановил же тут на у нас ну нас то остановился с машины же вышел со своего запорожца я говорю шо с олей мы помирились я не могу без нее жить говорит он она в машине сидит я говорю ой я не брюши он говорит да говорит тоже я иду сюда тебя ищу я по моему торговала я шла домой ищу тебя чтобы тебе это сказать мы к тебе и сидим я подошли я говорю да ты шо да я подошла оля сидит смеется и плачет и все помирились вот прожить опять к жене уже к жене вернуться девочки только больные на голову такое делаю я говорю кошмар что вот это сюрпризы мне делаете они смеются такие влюбленные я не могу без воли жить я по я вот это я все понял все девочки я понимаю когда хлопцу там 20 лет на 20-летний такое творить не буду правильно а это мужа мужик уже под 50 было тогда 45 где-то так 46 я говорю поздравляю вас в законным браком вот так даете вот а воля помирилась значит какие-то чувства еще были сейчас вот она его встречала даже привет сказала я бы остановилась поговорила просто чисто по-стариковски уже вот ему будет в декабре 21 декабря по моему будет 65 лет он как я я бы остановилась поговорила все-таки вы с ним прожили 10 лет тебе больше десяти лет вы жили с ним она ты я ему сказала привет а че он не ну высыхали по моему снимала чего он меня не это самое чтоб поговорить или ну так в мужу там разве сердце получил от страха от я постановилась обязательно и все равно и мне сейчас к нему ничего мне нету да вот например да и чего не остановиться то просто как пожилые люди хочу врагами быть мне вообще странно всегда это все и они опять там по моему не помню сколько лет опять жили-жили девочки и опять он к жене ушел и по сегодняшний день живет женой нормальный дурачок а то принимала я даже не пойму чего наверно на зло воли или шо скучно самой шо них никого уже не найдешь да думает ахай сидеть это все-таки же прожили с ним серебряные свадьбы какие-то уже были сгуляли я девочки не понимаю ничего в этом вот как так можно или же нам уже его сильно любила что все прощала вот это главное знала что он до воли уходит два раза уходил и два раза и два раза к ней вернулся это и два раза больной ногу мне кажется как что-то волка в голове какая-то по морям ездили по кирилловка без меня и с нами мы ездили в мы свой колы и сашек она не тоже кто-то с лобцев один был с ней по моему андрей младший а то такое воли был а бабушку варю эту девочки шудача но я вам рассказывала вот уж дочка в тюрьме по моему она и не пришла с тюрьмы она умерла там чья туберкулеза чья чего а это инка внучка у нее побывали потом уже не смогла торговать уже же таинке было че 16 15 лет не помню уже она с подростка стала уже и такая неуправляемая была она когда я сидела торговала с нами баба варе бедная на а то знаете на базар поедет еле что-нибудь несет чтобы какое-то что-то перепродать чтобы хоть какую-то пятерку десятку заработать на этом какой-то чепухни но я ее сколько раз угощала едой собой она улюда это не надо меня тут все будут обсуждать это это пошли не все срать я потом ей крыть камашок никто не видел тыкала и и так вот думаю ну ладно она не хочет это знаете по поваре и так все знают вашу жизнь только дурак обсудить не руха и обсуждает у кого рот такие тут все порядочные сидят если у них все было так хорошо они тут не сидели все сидят за этой копейкой и все сидят для детей для своих мало кто сидел моя одна кума сидела сама для себя а так все сидели внуки дети все не не никто не блага не благополучные какие-то дона за какие-то копейки ходят на работу и куча там по двое по трое детей вот такие мы все сидели нашу нет нормальные сидели вон у власти всегда и заколачивали там лв они сидели торговали на улице сигаретами поштучно я вас умоляю девочки я выкину пошла вылить выбор выкинуть виноград и они повыскакивали прям деловые прям не могут без меня и шагу а воля с вальской с музом со своим девочки такую жизнь прожила на хуже даже чем я со своими двумя дураками главное шо с матерью со свекрухой баба к ней лучше относилась чем к сыну своему а куда было деваться оля уже а воля уже и бабу жалко было оставлять с ним и шо оставлять квартиру получили баба получила и на детей на нее он мать свою та пенсию получит оля говорит с комнаты со своей со спальни выходила по любому надо выходить и покушать и в туалет и все и он врывался говорит ее головой об стенку сколько разбил забирал деньги у нее прикиньте о сыновья один сын сама его вырастила с мужем тоже еще он маленький был разошлась шо это за уроды такие я вообще тащусь это мой сашу не было у него семья сейчас он был такой я даже не представляю я не писать чтобы на него сказали какое-то слово плохое к этому не привык они у меня вообще не привыкли чтобы на них ушел кто-то плохие слова не миша не сашек я на них никогда ничего не какоми зайчики лапочки мои родненькие мои сыночки чтоб какие то сейчас узнаете как сейчас женятся а девчата он посмотришь какие истерички у нас во дворе он даже я знаю истерики эти хлопцы это не надо лучше сами гостя живут а если будет хорошая девочка чего бы нет я даже пусть дети у него будут там женщина одна писала еще позапрошлая раз его не дай бог я представляю не какая ты свекруха было не дай бог такую свекруху как ты по себе не суди я и написала за счастье такую свекруху какие я не тоже к своим детям не лезу я я как у я имею право к чужим я только буду рада и не дай бог чтоб моя невестка увидела во мне что я что-то куда-то лезу я шо враг своему сыну это только влезут кто какие-то вот эти не хотят чтоб жили вместе я даже не представляю даже не знаю как это выразить чтоб я куда-то полезла девочки я могу только полезь если меня попросят что-то приготовить если некогда и если меня попросят я сама никогда инициативу никакой могу просто как-то закинуть удочку могла бы предложить какие-то свои услуги куда-то сходить где-то очередь пойти занять что-то вот такое я никогда в дом не пойду без приглашения никогда и буду только за чтоб только семья была чтоб не разошлись конечно я плохая а зачем это я хороший я в жизни никогда не приду гости не сяду не буду сидеть в наглую с ночевками что больная на голову как я знаю есть такие к детям приезжают могут месяцами сидеть только больные на голову так ехать я такая может я неправильно говорю а не я плохая свекровь не дай бог какая я буду свекровь самая золотая всем всем все крови все крови все кровь только помочь это если меня попросят чтоб не было моя помощь а потом между собой начинали гав гав что нафиг надо не вот так я рассказала какой я буду секрух я все отдам что смогу почки почки на за глаза если мне ничего будет надо будет для здоровья я все на нафиг не моя жизнь только чтоб моя невестка и мои дети хорошо жили а невестку и вообще на руках буду носить я когда-то я жарю я не понимаю родители вот смотри же таки ну смешные какие-то сценки до мама приехала или что-то еще чего ты едешь когда сама да можешь позвонить и спросить я тут что-то купила большую очередь выстояла это когда в очереди можно на вашу долю взять если тебе скажут ну возьми они купить и приехать и сидеть расширепаться полдня да я это делать никогда не буду это плохо надо прийти сидеть да выбирать что там где заглянуть посмотреть такой боже сохранить ладно девчонки я на повестке дня борщ кушать не хочется вообще вот я сашику говорю мы и приехали уже в машине эту сидели рюк вот что вот даже ты я это это первое сегодня поел или что-то уже перекусывал сыненька он ведь ничего я так тоже это ж порция это порция пол порции съел я но я больше тебя сегодня съела я еще да и я еще съела два раза по два кружочка колбасы этой до пюрешки варенки с хлебом и два кусочка хлеба напополам развязала один кусочек колбаски съела потом 2 на батоновый кусочек вот это я сижу только верю сыночка если ладно ты любишь он мучной любит я россия любила всю жизнью сладкое конфеты пирожные торты мороженое я я пужина ра лопнула меня уже не было в живых а я это не ем и пояр обидно он это сало кушать я сколько я его ем пол килограмма мы соли вдвоем две недели едим по 20 грамм посмотри что ты шо ты ку такого кушать я говорю я никуда я говорю сынок я я смотрю как вот только что я мы с ним в спальне а я в комнате эту переговаривались с ним я говорю вот смотри я смотрела сегодня девочка одна кушала сидела ей 38 лет она сидела кушала утро тарелка каши овсянки но сухая нет никакая не редкая вот такая сухая бы она ее брала вот так и прямо сухая на мешку от эти крупинки падали вот один кусочек горбушки хлеб кирпичик намазанный маслом и 2 2 горбушки у него было вот на отрезала 2 горбушки и намазала хлеб хлеб с маслом и два кусочка сыра у него на тарелке лежала она сначала кашу эту ела с хлебом на раза два укусила а потом а потом взяла сыр положила и дальше ела я бы я бы это столько каши во первых я бы не съела а тем более с хлебом с маслом и сыром я бы половину той каши б съела или или один кусочек хлеба с маслом сыром и и какой-то чай все одно из двух а она съела все это всю кашу и два куска хлеба с маслом и сыром я вот так смотрю как люди едят тут я смотрю блогеров да там вот многие которые кушают сидят тут эти шуму банки устраивают но даже они просто кушать не мог банки просто едят до этому банки я смотрю сколько за раз съедает тарелки я бы жизни столько не съела за раз и посмотрите на и посмотрите как я поправилась за вот эти сашеку и говорю сегодня мы едем я люблю сыночка я но посмотри я за каких-то два года поправила два-три года сколько умер пять лет тому назад у меня платье черненькое было я его когда-то покупала на танцы но с длинным рукавом такое на осень я осень весна чтобы то знаете в шинник вот я в этом платье было оно чуть ниже колена прям чуть-чуть закрывает колено я бы сейчас его не напялила в жизни так это пять лет прошло где-то года три как я поправилась или после коронавируса что-то там дало под жопу надо какое-то это самое или хрен его знает но самое главное ладно я кушаю я говорю я ем борщи вы видите что я говорю что я готовлю я это и ем я другого ничего что я готовлю почти все время борщ есть да ну какие то там перцы да вот сейчас лето вы видите что я готовлю никакие вот эти шарлотки гамнетки я это все не ем вот что я делаю вот это с муки лопенники какие-то я могу чуть-чуть там скушать даму два пирожка скушать до 3 вареника сколько я вареники за это все время делала. Ну, сколько? Ну, раза четыре, может, от силы. Да? Пирожки какие-то я там делала. Тоже я, ну, ну, два-три пирожка. Один в этот день, и могу два взять с собой. Все. Какое, что я такого ем мучное, или сытное такое, что от этого должно вот этот жир нарастать. Ну, пляха муха, обидно просто. Посмотришь, люди, хлеб, он, я смотрю, одних тоже, муж и жена. Они хлеб девочки отрезают. Я вообще не понимаю, ну, как можно хлеб отрезать? Вот такой толщины хлеб. И сидят, кусают его, не отламывают, а кусают. И прямо вот так, возьмут вот так, от этого куска еще отломают. Вот такой высоты. И на весь рот кусают. Я ем, вот хлеба я могу скушать. Ну, вот если мы садимся кушать с Олей, ну, я два кусочка от батона. Ну, они же там вообще невесомые. Прозрачные, как у зайца уши. Ну, не знаю, просто бесит. Знаете, вот бесит. Даже вот говорят, да, мой, исключите сахар. Сахар я, девочки. Вы говорите, да, я в еду сахар добавляю. Ну, я добавляю сколько? Ну, чайную ложку на 6 литров борща я добавлю сахара. Или я все это съем. Вы видите, что у меня каждый день готовлю чего, потому что мне есть кому отдать. Прям бесит. Вот это, что ты поправляешься и не кушаешь то, от чего люди поправляются. Макароны. Вот это я за это время съела. За год, наверное, если два раза ела спагетти, то за год два раза. Вот у дома я сняла видео с консервой, с той. Кстати, та консерва в холодильнике так и стоит. Наверное, уже выкинута. Она уже в железной коробке стоит. Вот там, видите, едоки какие. Что там в компот? Сахар же надо. Вот сейчас в компот добавлю сахара. А шо рубы? Не надо было мне говорить, сварить виноградо-компот. Раз компот, значит, он будет с сахаром. Но сахара немного. Вот, сколько было тут. Стакана не было. Полстакана, наверное. На 6 литров. Я так думаю, это 6-литровые кастрюли, если не 7. Девочки, пахнет. Ну, пахнет и яблочко. И яблочко, и виноградик. Он весь полопался. Так, девочки. Мясо кипит. Компотик. Хай покипит немножко, да? Чтобы хоть... Хорошо, чтобы виноград выварился. Вот. Ну и все, девочки. Обидно. Если люди едят, да, запихают. Я паскиваю. Маленькую пасочку. И то я, если самая маленькая, могу скушать, сразу попробовать, да? А потом на второй день, когда в церкви пришли. Все. На третий день у меня уже пасок нет. Для меня. Я воли, волки, я все раздаю. Все. У меня только паска на утро есть. В субботу я их пеку всегда. На воскресенье, на паску. У меня паска. Вот и все. А уже в понедельник у меня паски нет. Оля, Вовка, еще могут неделю кушать. У них есть. Я им отдаю все. У меня нету, я не хочу. У меня от мучного, у меня вообще изжога печет. Вот я съем вот булочку, шмолочку. Меня сразу изжога запекают. Нафига мне их кушать. Так я, во-первых, и не люблю. Обидно. Конфеты. Когда я покупала конфеты? Вот о зефир пару раз. И то вот этот. Как он вот тут? Вот он, поштучного тебе. Мармелад я вообще забыла, когда ела. И мне его не хочется. Я мармелад люблю только лимонные дольки. Или надо, кстати, в Рошен будет зайти. В Рошен это только в Аполло поехать. Или в Центр. Ну где, в больших магазинах кругом есть вот эти. Ну супер вот этих. Ну какие они? Не супер, как они называют? Я не знаю даже, как вот эти громылы называются. Там во всех есть Рошен. Там, знаете, есть какие? Мармелады. Ну вкусные тоже. Ну я могу... Ну я уже забыла, когда это я ела. Мармелад, девочки. Вот о, помните, вот такой. Оно как ковровые дорожки. Помните о-то? Я всегда на ней говорила ковровые дорожки. Вот о, полоски. Полоска красная, зеленая и белая, да? Вот о. Ну вы поняли. Вот такие они штучки. Вот такие. И одна полосочка белая. Я что-то белое всегда так любила кушать. Вот оно, я даже не знаю, чего. Если то понятно, с чего там, да? Оно вот такое на вкус. Вот мармелад. Я могу скушать. И то не всегда. Раз в полгода. Зефир и мармелад. Остальные конфеты для меня не существуют. Никакие. Ни шоколадки. Ни конфеты шоколадные. Я это не люблю. Не люблю. Если б я любила, я б не стеснялась. Я б каждый раз покупала, показывала, ела б. Кофе пила б. Я б снимала эти конфетки. Я не люблю. Не прикиньте. Брехня. Не ешьте мучное. Выпить, исключите сладкое. И вы сразу начнете терять вес. Во. Я все равно верю в генетику. Вот оно передается по наследству. Мама у меня была полная сразу. Она, видите, подряд родила четверо детей. Но у мамы жопы не было. А у Динки, у маминой сестры родной, то и жопа. Та была вся такая полная. Но жопа у нее была хорошая. А у мамы жопа была. Знаете, вот он, как будто лопатой кто-то челокнул по жопе. У нее живот, сиськи. Вот это руки у нее. Она всегда психовала полные. Вот тут были. Сиськи и живот. А сзади она была не толстая. Лучше хай оно будет кругом толстое, чем вот это. У Волки Марина такая была, жена. Тоже живот, сиськи, ножки тоненькие. А вот и живот, и сиськи. Вы поняли? И руки, по-моему, у нее. Ну, вперед весь. А ножки тоненькие. Даст на небесное им всем. Господи, лучше бы они были, не знаю, какие, лишь бы живые были все. А яблоко проварится. Да, хорошо, хорошо. Но твердое будет, тарахтеть, вот тут зубами клацать. Я люблю кушать яблоки вареные. Я думаю, все любят. Ладно, девочки. Буду сейчас уже потихоньку чистить вот эти все буряки. У меня же сегодня заправки нет. Хе-хе-хе. Ну, что, сделать зажарку, да? Я, наверное, сделаю на курице, на курином жирку зажарочку. Правильно? Вкусное масло не купила, капустыну купила. Ну, потому что мы зашли во тебе только Миши купить. Он говорит, мамка, что тебе еще надо? Я говорю, сына, ничего. Я только капустыну машинально схватила. Просто, знаете, всегда, чтобы капуста была. И все. Говорю, сына, там уже картошки нет. Так куда за картошки? Я говорю, сына, никуда сегодня. Я ничего, ни картошки я не хочу. Ни гамнешки, ничего, сыночек. Я хочу с тобой побыть. Я хочу с тобой поговорить. Я хочу с тобой. Да, малышок? Где ты был? Сашек, девочки, лежала. Сашек. Они легли под гладимые доски. Он говорит, мамка, а что они не заходят в комнату сейчас? Я говорю, сынок, я не знаю. Они сейчас или выросли. То всегда не успели зайти в дом, они уже все на диванах. А сейчас даже я там лежу и не заходят. Сашек лежал в спальне, они пошли под гладильную доску. Залезли в коридорчик, где мы сидим вдвоем. И сидели там. Я же легла там. А телефон тут был. Саша говорит, может тебе пойти телефон взять? Я говорю, не надо, сынок. Я хочу просто пять минут полежать, остыть. Ничего я не хочу. Не надо мне, чтобы ходил. Знаете, вот туда-сюда ноги бил. Я говорю, ты ложись, а лучше отдыхай. Вот. Когда заходит, заносит сначала малыша на кресло. Посадил его возле меня. Он вот так сидит, как будто, знаете, его на голоразделик. Боится. Вот так. А потом Дика. А Дика несет. Дик вот так вообще. Как парализован. Он говорит, мама, что с ними? Я говорю, откуда я знаю, сыночек? Спроси у них, что с ними? Что они как дурные? Вот. Ну и все. Они потом начали. Сашек и гладил. Они на кресле сидели. А потом уже малыш уже и лег потом. А Дик все лапки дает. То одну, то другую. Уши назад. И Сашек вот так в глаза вот так смотрит. Не моргает вообще. Не в сторону никуда. Сашек говорит, Дик, сейчас с тобой. Я, Сашек, давай лапку. И я. А он вот так. Я говорю, Сашек, он руки б... Его били. Значит, его рукой били. Его обижали. Его, наверное, с ним разговаривали, наверное, только когда его наказывали все время. Потому что у него вид, у Дика, вот именно что, знаете, когда вот наказывают, и оно сидит, вот это боится. У него вид, он боится, что его сейчас или ударят, или еще. Прикиньте. И он же уже к нам, к нам он уже, ему было три года, когда он, сейчас ему уже четыре года. Он же год уже. А ему три года было. Сашек же их в клинику, ну, возил его. Вот. И, ну, посмотрели там, когда Сашек удали эту, ну, Дика. И он повез в ветвечебницу какую-то, вот, в ветклинику. И там посмотрели, сколько ему лет предположительно. Вот. И сразу ему там сделали какие-то прививки, Сашуня сказал, и таблетки, и все на свете. И он привез его уже привитого и с таблетками. И сказал, что ему, сказали ему года три. Ну, они как-то понимают, да? Вот, врачи, ветеринары. Вот. Я говорю, значит, его били. Потому что он зашуганный. Вот он уже тут год, вот они бесятся, все. Только начинаешь подходить, погладить или шо, он сразу вот так съеживается. Значит, его подходили и только били. Правильно? Я только так рассуждаю. И он уже был взрослый. И он это не забыл. И он не забыл. Он не забыл это, что он на трассе оказался. Значит, он запомнил это, что его выкинули с машины. Потому что этот шо ему дал, собачку привез. Его знакомый. То он сказал, говорит, в этом районе нигде не было. Ни одной, ну, трасса была и все. Не было никаких хат нигде поблизости. Нигде ничего. И он, бедный, вот он стоял. И он его не испугался. Потому что он был такой обезвоженный. Что этот, ну, этот друг Сашикин говорит, что я его, когда взял на руки, в машину посадил. Я ему воду давал с бутылки. Он как человек ее пил. С бутылки. А куда налить? Некуда же. Он это с бутылки, говорит, он не останавливался. Прикиньте, как дико обидели. Вот он Сашику сразу позвонил. И говорит, Саша, ты же говорил, что мама твоя собачку рыжую хочет. А Сашик же перед этим дик малышка привез сюда. А малыша раздавали волонтеры возле ЦУМа у нас там, девчата. Ну, знаете, вот в клетках кошки, собаки, возьмите, пожалуйста, кто-нибудь. И Сашик взял мне малыша. И пришел же тут с ним. А уже вот такой был малэ. Ему было месяца три, наверное. Вот. И он, я же вам рассказывала. В хате был все хорошо. И высылся, и высылся сразу. И кушал. Сашик же с кормом сразу детским вот этим привез. И вот все. А потом мы выходить, и он с нами вышел с хаты. И все. И девочки, мы его не могли поймать. Мы туда, а он от нас боялся. В общем, мы гасали тут по всему двору. Наверное, три часа. Сашик туда, я туда. А он туда-сюда, вот это, знаете, и все равно проскакивает. Ну и все. И где-то он делся, что мы его и не нашли. Ушли. Я говорю, Сашик, значит, он в огород. А там забора не было. Было вот такое, что перепрыгнуть можно. Вот тропинки вот эти там были для собак. Все же чужие собаки сюда ко мне ходили всегда во двор. Стаи целые. Вот. Короче говоря. И все. Я говорю, ну все. Я говорю, зараза, я говорю, жалко. Я говорю, страшно. Я говорю, он же малый еще или упадет в люк куда-то, или собаки раздерут. Ну все. А что, а дел нам его искать? Пропал и все. Ну и все. Я в воскресенье сюда прихожу. Ну, в прошлом году же летом, где-то в августе это было. А он на пороге, зараза, сидит. Малыш, прикиньте. А мы еще ушли. Сашик понаставлял ему еды. Говорит, ну а на всякий случай вдруг вылезет откуда-куда он спрятался от нас. Чтоб еда и вода была. И он на пороге сидит. Еда там была, вода. Я калитку открываю. Он сидит, хвостом махает. Ко мне бежит девочка и все. И он никуда уже не удрал. Я бегом с ним в хату. Закрылась. Думаю, чтоб он не вышел на улицу. Хай привыкает к дому. Чтоб он знал, где его дом. Вот. И все. Фу. В спальню лягла. Он возле меня. Я звоню Сашику. Говорю, Сашуничка, родненький. Я пришла, малышок на пороге стоит. Прикинь. Он говорит, мамка, я подъехала уже возле калитки. С сюрпризом. Я говорю, собачку принес. Когда заходит уже. И держит дико. Такой, как был, такой и остался. Поправился только. Он тяжелый. Саша говорит, сегодня он его поднял. Говорит, мамка, по сравнению, как тогда, когда принес. И сейчас тяжелый, страшный. А такой же самый был. Это малыш вырос. И то не сильно. Ну, где-то вот такой принес его был. А сейчас он вырос. Ну, конечно, вырос. Вот. Ну, и все. И держит. Малыш возле меня сидит на полу. Я же села вот так и сижу на диване. Смотрю на дико. А Сашик держит дико. А малыш сидит возле меня. На Сашика смотрит. И на дико. А Сашик говорит, мам, ну что, кого ты себе оставляешь? Девочки, вы знаете, они, как будто они как понимали, что люди говорят. Малыш вот так на меня смотрит с полу в глаза. А дикуйся от Сашика весь на меня вот так. Я вот так на того гляну, он мне в глаза. И вот так сразу на дико в глаза. Вы представляете? А я как представила, как у них сейчас там сердце колотится. И что они сейчас думают, кого же она выберет. Ну, я сказала, двоих. А как я могу? А как ты сейчас кого-то куда? А куда? Куда относить назад малыша? Да? Он с детского дома. Прикиньте, он там... Ну, я же не знаю, когда девочки эти подобрали. Вот сколько он там жил. В этом, ну, в приюте в этом. Волонтерском. И уже же его взяли, да? Уже он знал, что его кто-то сейчас возьмет. Какие-то, да? Родители. Я сразу представила, как это как с людьми так поступали. Так же и с животными. Вот. Принести домой, а потом назад относить. И, да? Это не на мой характер. Я говорю, конечно, двоих. И он поставил Дика. Девочки, они как начали друг друга вот это обнюхивать, играться. Дик уже здоровый. А этот щенок. И девочки так и остались. Сашек бегом им корма на двоих. Сгасал купил. И косточек купил вот этих. Ну, вот этих втягать. И все. И остались у меня эти две собачки. Девочки. Я вам сто раз рассказывала. Ну, новенькие. Будьте здоровы. Я буду чистить картошку, буряк, морд. И выключу компот. Будьте здоровы. Девочки. Самое главное, берегите себя. Всем здоровья. И берегите себя. В это тяжелое для нас до всех время. Будьте здоровы. Я пошла. Там картошки хватит мне. Будьте здоровы. Там еще перец. Оля вчера взяла ведерко и оставила. Будьте здоровы. Будьте здоровы.